доброго всем здравия сегодня у нас обзор наконец-то ножей вот решил все-таки остановиться с клинками потому что там реально невозможно остановиться там всегда дела дела и то есть за взяться за рукоятки это нужно просто реально отдельное какое-то строение отдельное время и и так далее и вот все-таки это случилось это разминочные ножи как говорится давно их не собирал вот такие вот для варианты это пиджики если кому интересно по клинку смотрите клинок 50 номер 50 на сайте пиджики спуске вогнутые линза высокие то есть такой вот геометрии все заточено все четенько чтобы быть голословным медленно плавно все здорово вот дальше лежали тут у меня макумы резко все уехала до и вот это макумы теперь вот тут и есть у меня такой интересный нюанс чем дольше макумы лежит примеру собранной рукоятки тем больше этот рисунок там дамаски там дамаски рисунок реально проявляется держу тут лампочки видите эти жесткие и такие полосы выдают вот здесь видать да и вообще хорошо и дать этот рисунок просто и на видео я не факт что вам передам весь этот рисунок но он прям четкий он класс вот 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 и он будет проявляться с каждым днем это здорово единственное что не здорово вот этот кусочек вот этой макумы стоит практически 2000 ну нет кто-то скажет может дорого да но меня где-то весь кусок валялся не знаю куда-то надо будет поискать но он реально в два раза короче и он стоит полторы тысячи но с доставкой мне вышел со мной две тысячи поэтому я пожалел что купил в интернете вот это у нас магазине я купил руки теплые запотевает и установил то есть 2000 против принципе уже вот только вот это вот больстер наборка это тут из-за меди то есть медь она и тут медь присутствует и тут медь просто медь с никелем а тут просто медь но мне кажется это просто вот в тему этот свет ну конечно блики тут реально жесткие я не знаю удастся ли мне показать всю красоту но тут реально здорово дальше рукоятка это сувель как и там сувель стабилизированный корейской березы сделал такой вот граненую рукоятку то есть она вся такая вот граненая чтобы не было пустоватой как это кругловатое такая вот давайте вот так буду показывать в общем планом все было видно этот все приливается какой-то перламутр тут прям все дела все дела и тоже в цвет но как бы в подбольстер вот так вот не знаю мне нравится единственное что я еще подумывал поставить пример здесь пины и мне кажется не были бы лишними но настроение сегодня не было не пиновое настроение вот как так вот можно сказать и поэтому все вот так произошло дальше клинок дамаски не очень давно сделал я сказал совсем прям недавно кому интересно на сайте 670 номер взял его из дики с диким дамаском вот с этой вот с этим покрытием получается цветным это оксидная пленка цветная и помните я все вам говорил что она неустойчивая туда-сюда вот то что вы потравите примеру в хлорном железе это полная фигня против вот этого вот цветного покрытия в чем разница вот возьмите примеру тряпку я вот как сделал вот здесь вот я немножко тут ленту меня налипла вот такая вот такая лента и я взял ее ацетоном обыкновенным и начал стирать думаю ну все сейчас краска сотрется здесь стирал тут где-то стирал нет и вообще по барабану а про трава примеру в хлорном железе сразу сотрется просто моментально и размажется поэтому это более крутое покрытие более крутой защитой плюс в цвет так вот до ножичек заточен дерзко режет вот больстер тот же самый макуме также 2000 просто вот эта пластинка передней все дичь конечно тут тоже наборка из меди просто там проставки черные они толстые а здесь проставки черные тонкие вот такая вот разница и также сувель стабилизированной корейской березы такого перламутровым каком-то таком интересном цвете вообще прекрасно и думал вот какой же вот рукоятку сделать этому ножу именно этому что она подошла чтобы на и в руки лежала и смотрелось интересно и вот что такое вот сначала делаю ну не нравится в другом у раз не нравится я же сюда на ходу обычно решаю вот почему мне не нравится индивидуальный хит заказы потому что сделали такую такого цвета и вот такой формы да блин хочу от сегодня такую и сделал вот такую как она лежит в руке это просто и не знаю это чудо чудное это просто я не знаю идеал она в руку ложится просто идеально идеально а уж пальцы как сюда вкладываются но это не знаю ну и как бы нестандартный опять же вариант необыкновенность вот и что я хочу сказать по этому поводу взяла клиночки этим как бы мог бы взять у себя же опять же на складе более дорогие более какие-то там мутные примеру там с никелем что-то там не знаю даже но взял такие усредненные то есть не дешевые недорогие чтобы ножи в итоге вышли не заоблачными ценниками ну иначе вы там вот может быть даже видали вот пример вот у меня нож там лишь 12000 16000 с таким вот с никелем там дамаск примеру то же самое я видел в интернете много раз примеру тысяч по 48 60000 чувствуется разницу да поэтому я хочу еще раз повторится что делаю ножи для людей то есть как бы чтобы у всех была возможность приобрести вот такой полноценный нож то есть все сделано по уму по фэншую и чтобы ценник не отгрыз вам руку ну материалы тоже все таки путные то есть стабилизированные тут нет такого вот чтобы куда-то пальцем можно было ткнуть и сказать пример что то нету нет здесь этого нет и реально пару слов по поводу индивидуальных работ у меня примеру сегодня с утрища просто один человек спрашивает вот сделай мне вот такой нож и присылает мне фото а это один в один нож ёжик но который уже имеется в наличии на складе и я ему просто показал говорю вот нож ваш уже готов как бы его не нужно изготавливать на что человек был очень сильно удивлен и там был по моему три ножа сейчас осталось два ножа потому что он один сразу же забрал так что повнимательный кому что-то нужно пошвыряйтесь на сайте то есть как бы там есть много чего интересного много чего достойного и опять же все с ценником от меня то есть не от продавцов не от магазина по поводу чехлов конечно не могу похвастаться тем чехлами которые там по 6000 продают все такие модные там рыжие вот все здорово но у меня чехлы опять же для того чтобы по вашему карману не ударило не всем нужны чехлы за 6000 согласитесь у меня чехлы которые заказываю выходит по 800 рублей и это совсем не 6000 и поэтому кому надо те понимают что можно свободно обратиться к тем кто делает эти дорогущие и не вам сделают любой каприз ваш вот я чехлы не произвожу и стараюсь брать то что практично то есть они черные они с подвесом на кольце которые не мешают пример при движениях там при каких-то там сальто если вы будете делать примеру если у вас нож висит на ремне то это вам ничего не не будет мешать там толстая кожа у тех чехлов которые они будут которые они будут укомплектованы толстые толстые реальные натуральная кожа прошитые проклепанные все дела станут с проставками внутри чтобы он нигде ничего не прорезал не проткнула все полу но рука не поднимается заказать за 6000 и предложить вам ну и так же у меня пример вот частенько спрашивают вот смотрит на кренки спрашивает а чья термообработка прям так хочет сказать бурого до бурого больше ничья только его нет термообработка моя я термообработка термообработка занимаюсь столько же сколько же и ножами и поэтому я знаю смысл толк в этом имея никакие термообработчики не нужны совершенно как и во всех других моментах работы тоже могу сказать и по рукояткам рукоятки и произвожу тоже более 30 лет и уж поверьте мне я знаю в этом толк как сделать правильно ровно крепко практично качественно ну не часто я иногда бывает смотрю youtube и там что не откроешь то какой-то дикий ужас человек напильником на коленке трет по рукоятке какой напильник какая коленка быть о чем то есть вы еще давайте в каменный век каменным молотком по ним стучите ну и еще что-нибудь там сделаете да но это не серьезно такая рукоятка не может быть правильный просто в априори если уж взялся за работу значит у тебя должен быть станочный парк у тебя должен быть многолетний опыт ну или да и хотя бы нужно накопить потому что знаю что вот спустя пять лет я делал отличные рукоятки но спустя десять лет я посмотрел на те рукоятки которые делал с пятилетним стажем и ужаснулся поэтому процесс накопления навыка длится десятилетиями все сказал показал и готов вам предложить у себя на официальном сайте на который многие боятся до сих пор заходить особенно вот на авито увидят мне объявление и просто в каком-то ужасе не не пойду на сайт нет не пойду за лучше застрелите но это не тот сайт где обманут где-то что-то вам подсунуть предложат тут честный сайт потому что обманывать мне нет резона поэтому честный сайт ход всегда открыт в этом ну и увидимся до новых обзоров